Польша тема глубокая и сложная. В особенности в том, что касается ее отношений с Россией. Поэтому мы вынуждены были разбить наш польский выпуск на две части. В прошлый раз была первая, а сейчас наступила очередь второй. Поэтому продолжим. В этот раз история будет разбавлена современностью. Но прежде чем мы начнем, хотел обратиться к нашим подписчикам. Если вы хотите поддержать нас, подпишитесь в наш платный телеграм-канал Филипповский 13. Ссылка в описании. Тем самым вы поможете нам делать наши выпуски на YouTube-канале Филипповский 13. А заодно увидите эксклюзивные материалы для платных подписчиков и ответы на актуальные вопросы. Спасибо заранее. В марте 1919 года польская армия начала наступление в Белоруссии и Литве, заняв Минск и Вильнюс. А польское политическое руководство заявляло о необходимости восстановить страну в границах 1772 года, то есть до первого раздела Польши. В апреле 1920-го украинская директория под руководством Симона Петлюра подписала с правительством Юзефа Пилсудского союзный договор в Варшаве, в результате которого была достигнута договоренность о передаче Польши в Восточной Галиции, то есть территории бывшей Западноукраинской Народной Республики, а также части Волыни и Полесье. В конце апреля 1920-го началось наступление польской армии на Киев, который в итоге был ими взят, но ненадолго. Потому что к этому времени советская Россия уже сумела справиться с большинством военных вызовов гражданской войны. Проблемными осталась только ситуация на Дальнем Востоке, откуда не хотели уходить японцы, и в Крыму, где находился Врангель. В мае 1920-го года Красная Армия начала контрнаступление, а в развернувшейся советско-польской войне намечался перелом. На территории Украины и Белоруссии польская армия потерпела в мае-июле 1920-го года сокрушительное поражение и быстро откаталась на Запад. Страны-антанты смотрели на это со все возрастающим беспокойством и стали оказывать Польше существенную военную помощь. Польша, как и ряд других стран Восточной Европы, по замыслу крупнейшей после разгрома Германии европейской военной державы, Франции, должна была играть в отношении РСФСР роль так называемого «санитарного кордона», который не позволил бы семенам коммунизма проникнуть на европейскую почву. Планы же самой РСФСР были немного иные и заключались наоборот в содействии началу мировой революции. Красная армия вышла на подступы к Варшаве, непосредственно которую наступал Западный фронт под командованием Михаила Тухачевского. А на Львов шел Юго-Западный фронт, который возглавлял Александр Егоров, а представителем Ревоинсовета там был будущий советский лидер Иосиф Сталин. Обстановка для советизации Польши была самая подходящая. Антанта заметно нервничала, предлагая сторонам конфликта договориться о проведении границы по линии Керзона, которую предложил министр иностранных дел Великобритании лорд Натаниэл Керзон. Казалось, что военное поражение Польши неминуемо. Но в сражении под Варшавой в августе 1920 года Западный фронт потерпел поражение, и Красная армия начала отступление, в результате которого она оставила даже Западную Белоруссию и Западную Украину. В польской историографии эти события получили название «Чудо на Висле». В итоге восточная граница Польши была подтверждена Рижским мирным договором с РСФСР. Она также представляла интересы Советской Белоруссии, который был подписан в марте 1921 года и закрепил западно-белорусские и западно-украинские территории за воссозданным польским государством. За ними закрепилось название «Восточные кресы» от польского слова «крес» — «граница». На русский это можно перевести как «восточная окраина». К этому же периоду относится и трагедия советских военнопленных, которая наряду с Катынью, о чем мы еще поговорим в этом выпуске, стала черным пятном в отношениях между нашей страной и Польшей. В результате поражения Красной армии в польских лагерях оказалось более ста тысяч красноармейцев, 30 тысяч из которых погибли из-за плохих условий содержания. Кроме того, параллельно советско-польской войне проходила и другая, польско-литовская, в результате которой к Польше был присоединен Веленский край с нынешней столицей Литвы — Вильнюсом. Это территориальное превращение польского государства было закреплено решением Лиги наций в феврале 1923 года. Наконец, в 1920 году имело место еще одно небольшое расширение Польши. Тешинский край был разделен между ней и Чехословакией. Но был еще и Селезский вопрос. В марте 1921 года в Верхней Селезии проводился референдум, по итогам которого большинство участников проголосовало за сохранение этой области в составе Германии. Часть Верхней Селезии все же была передана Польше, которая ввела в Селезском воеводстве самоуправления. В 1921 году Новая Польша приняла Конституцию, согласно которой президент республики избирался двухпалатным парламентом. Однако в мае 1926 года в стране в результате переворота был фактически введен режим военной диктатуры во главе с Юзефом Пилсудским, который правил страной до 1935 года. Оппозиция, включая и польских коммунистов, жестко подавлялась. А в городе Береза-Картусская, ныне Брестская область Белоруссии, работал печально известный концлагерь. В международных же отношениях Польша при Пилсудском поначалу ориентировалась на Францию, которая после победы в Первой мировой войне стала ведущей военной державой Европы. Вместе с двумя другими французскими геополитическими изобретениями того времени, Малой и Балканской Антантами, Польша стала важной частью так называемого санитарного кордона, который мы уже упоминали, который был призван не допустить распространения большевизма на европейском континенте. Как мы знаем, в итоге не сработало. Отношения между Советским Союзом и Польшей были натянуты. Однако в 1932 году они подписали договор о ненападении. Такое же соглашение было подписано между Польшей и Германией в 1934 году. Вообще, к середине 30-х годов появилось вполне объяснимое желание Варшавы уравновесить свои особые отношения с Парижем налаживанием диалога с Берлином. Пришедший к власти Гитлер поначалу был вовсе не против этого, уважительно относился к Пелсуцкому и рассчитывал на польское участие в случае обострения отношений с СССР. Но германо-польское взаимопонимание ломалось немецкими планами по созданию экстратериального коридора между Восточной Пруссией и остальной частью Германии, на что Польша припел Суцком и позже идти не желала. В целом же в 1930-е годы международная обстановка стремительно накалялась. В 1931 году Япония оккупировала Манжурию, а в 1937-м развязала войну против Китая. А за год до этого Германия ввела войска в Рейнскую демилитаризированную зону, которая с момента окончания Первой мировой войны служила буфером между ней и Францией. В марте 1938 года Берлин пошел на Аншлюз и включил в состав Третьего рейха Австрию и в том же году предъявил претензии на Судетскую область Чехословакии, населенную преимущественно немцами. Дело закончилось Мюнхенским соглашением, которое в историографии получило название «Сговор». Собравшись в столице Баварии, лидеры Германии, Италии, Франции и Великобритании заставили Чехословакию, которую даже не пригласили навстречу уступить Судеты. Причем все это происходило, несмотря на наличие у Праги договоров о взаимопомощи с Францией и СССР. Париж просто умыл руки, умиротворение Германии было для него важнее. Советский Союз был готов отправить войска на помощь Чехословакии. Однако Польша отказалась дать им транзитный коридор, и вскоре стало ясно почему. Как только немецкие войска вошли в Судетскую область, польские заняли Чехословацкую Тешинскую Силезию. В марте 1939 года в нарушении Мюнхенского соглашения Германия оккупировала уже всю территорию Чехии, которая стала в составе Третьего рейха протекторатом Богемии Морави, а из Словакии сделала марионеточное государство прогерманской ориентации. Польша также несколько расширила свою территорию в Закарпатье. Однако не прошло и полугода, как Берлин вплотную занялся Варшавой, предъявив ей требование передать под немецкий контроль город Данцек и сухопутный коридор в Восточную Пруссию. В этот раз, в отличие от ситуации Чехословакии, Париж и Лондон решили упереться. Но Гитлер в англо-французские гарантии особо не верил, хотя и нервничал из замечавшихся в мае 1939 года в Москве консультации Франции и Великобритании с Советским Союзом. Но они зашли в тупик. Польша допускать на свою территорию советские войска отказывалась, а представители британской и французской делегаций упорно не хотели давать Советскому Союзу никаких взаимных военных гарантий. Финал этой истории хорошо известен. В августе в Москву прилетел министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп, который подписал с советским наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым договор о ненападении с прилагаемым к нему секретным протоколом о разграничении сфер влияния в Восточной Европе в случае, как говорилось в документе, территориально-политического переустройства. Через несколько дней после этого, 1 сентября 1939 года, нападением Германии на Польшу, началась Вторая мировая война. Польша не повторила судьбу Чехословакии в том смысле, что за нее заступились. Только толку от этого было мало. 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили войну Германии, а Вермахт впервые в истории опробовал стратегию Блицкрига или молниеносной войны, по-немецки «блиц» — молния, крик, война. Варшава надеялась, что французское наступление на Западном фронте позволит ей выстоять. Однако французы, начав наступательную операцию в Сааре и даже взяв несколько немецких деревень, откатились обратно к государственной границе. Немцы же устроили польской армии разгром, и к середине сентября ситуация для Польши полностью соответствовала значению слова «катастрофа». 17 сентября 1939 года, в тот самый день, когда польское правительство пересекло границу с Румынией, уезжая из страны в эмиграцию, посол Польши в СССР был вызван в Народный комиссариат иностранных дел, где ему была вручна нота, гласившая, что Советский Союз не будет безучастным наблюдателем за судьбой белорусов и украинцев, брошенных польским правительством на произвол судьбы. В тот же день Красная Армия вошла на территорию Польши и стала продвигаться на Запад, к линии, очерченной секретным протоколом к договору о ненападении. Территория, ограниченная реками Нарев, Висла-Сан, то есть Западная Белоруссия, Западная Украина и Восточная Польша. В западной историографии, а в особенности в польской, факт ввода советских войск на польскую территорию однозначно трактуется как участие Советского Союза в войне против Польши на стороне Германии. Разумеется, такая трактовка не учитывает несколько обстоятельств. Во-первых, Красная Армия начала свою операцию после того, как польское правительство покинуло страну. Во-вторых, в случае бездействия немецкие войска не остановились бы на линии, очерченной упомянутым секретным протоколом, а продолжили бы движение на восток до границы с СССР. А значит, заняли бы Львов, Брест, Гродно, Вильнюс и оказались бы под Минском. Допустить такое было бы серьезным стратегическим просчетом. Наконец, в-третьих, под немецкой оккупацией в этом случае оказалось бы белорусское и украинское население. Впрочем, немцы все-таки пересекли определенную секретным протоколом линии и оказались восточнее ее. Но они выражали готовность отойти на Запад после завершения разгрома польских войск. В итоге так и произошло. 28 сентября 1939 года в Бресте прошел совместный парад советских и немецких войск. А в тот же день СССР и Германия подписали договор о дружбе и границах, который скорректировал секретный протокол к августовскому договору о ненападении. Восточная Польша в треугольнике рек Нарио-Висла-Сан отошла в немецкую сферу влияния, а Литва за денежную компенсацию в советскую. До начала 1945 года Польша оказалась под германской оккупацией. В октябре немецкие власти создали на большей части польской территории генерал-губернаторства немцев, проживавших в нем, в основном в Силезии и Поморье, и проходящих в Третьем Рейхе по категории «Фольксдойче» мобилизовали в армию. Поляков предполагалось германизировать, а польских евреев уничтожить. Для этого в польских городах появились еврейские гетто, а на польской земле — концлагеря, названия которых навсегда остались в истории. Освенцем — Тревленко, Штутгов, Собибор. На территориях Западной Белоруссии и Западной Украины, отошедших СССР, прошла депортация части польского населения. В отношении попавших в плен к советским войскам польских офицеров применялись репрессии, мрачным эпизодом которых стал Катынский расстрел. Впервые информация о нем появилась в начале 43-го года, и о массовом захоронении сообщил начальник разведки группы «Армий Центр» Рудольф Кристоф фон Герздорф, обвинивший в произошедшем СССР. Советская сторона категорически отвергла немецкие обвинения. После освобождения Смоленска в 1943-44 годах советская комиссия под руководством выдающегося хирурга Николая Бурденко провела экспертизу и сделала заключение о том, что расстрел польских офицеров был осуществлен немецкими войсками. Такая точка зрения в СССР была официальной до 1990 года. Все изменилось во времена Михаила Горбачева, когда Советский Союз официально признал вину за Катынь. В 2004 году завершилось расследование главной военной прокуратуры Российской Федерации по этому вопросу, которая признала виновными в гибели более 14 тысяч польских военнопленных органы НКВД СССР. Ныне пишущий гневные антизападные посты Дмитрий Медведев в бытность своего президентом России в 2010 году заявил «Катынская трагедия – это следствие преступления Сталина и ряда его приспешников. Позиция российского государства по этому вопросу давно сформулирована и остается неизменной». А Государственная Дума тогда же признала, что расстрел в Катыни был совершен по прямому приказанию Сталина и является преступлением сталинского режима. Такова официальная позиция Российской Федерации по Катыни. Пока, во всяком случае. Хотя вопросы по Катыни остались. Впрочем, даже после оккупации Польша не исчезла совсем. За рубежом развернула свою деятельность польское правительство в эмиграции, получившее признание со стороны Великобритании, Франции, США, а также ряда других государств. На польской территории началось повстанческое движение, активно действовала армия Краева, подчинявшаяся польскому эмигрантскому правительству во главе с генералом Владиславом Сикорским. Параллельно с ней воевала с немцами созданная польскими коммунистами гвардия, а потом армия Людова. В еврейских гетто тоже шло сопротивление немецкой оккупации, а наиболее ярким примером стало восстание в Варшавском гетто в апреле-май 1943 года. В июне 1941 во Вторую мировую войну вступил Советский Союз, подвержившийся нападению со стороны Германии. Тогда же он установил отношения с польским эмигрантским правительством, находившимся в Лондоне. По соглашению с ним на советской территории была создана польская армия численностью около 75 тысяч солдат и офицеров под командованием генерала Владислава Андерса. Однако к лету 1942 года она была выведена в Иран, а через год на ее основе был создан польский корпус британской армии, который отправился воевать в Италию. Но на ее место пришло войско польское, которое в СССР стали формировать из поляков с марта 1944 года. После вступления Красной армии в Польшу в июле того же года войско польское обменилось с армией Людовой, и к концу войны его численность составляла примерно 200 тысяч военнослужащих, которые вместе с советскими войсками даже успели принять участие в берлинской операции. К этому времени отношения Советского Союза с эмигрантским правительством Польши сильно испортились. И во многом из-за Катыни. Но не только. В апреле 1943 года последовал окончательный разрыв, и во многом это предопределило трагическую судьбу Варшавского восстания, произошедшего в августе-октябре 1944 года. Казалось бы, шансы на успех были. В конце июня 1944 года Красная армия начала операцию «Багратион», которая завершилась разгромом группы армий Центр Белоруссии и уже через месяц вступила на польскую землю. К началу августа Красная армия уже была недалеко от Варшавы, и казалось, что немцы будут вот-вот выбиты из польской столицы, и армия Краева подняла восстание с целью освободить ее до прихода советских войск. Но вермахт оказался крепким орешком, и помочь повстанцам Красная армия не смогла, хотя пыталась, но все равно получила в свой адрес обвинение в намеренном не оказании помощи польским повстанцам. Однако еще до появления красноармейцев в Польше польский вопрос обсуждался союзниками по антигитлеровской коалиции. На Тегеранской конференции в ноябре 1943 года СССР США и Великобритания договорились установить восточную границу Польши по линии Керзона. В январе 1945 началась Висло-Одерская операция Красной армии, и к марту того же года практически вся польская территория находилась под ее контролем. В феврале 1945 года в Ялте и в июле в Потсдаме союзники пришли к общему мнению по поводу западной границы Польши. Ее установили по рекам Одернейса. Также к польскому государству отошло больше половины территории немецкой Восточной Пруссии. С новых польских территорий в Германию было депортировано около трех с половиной миллионов немцев. В августе 1945 года между СССР и Польшей было подписано соглашение о границе, которое в целом совпадало уже с оговоренной линией Керзона с небольшими отступлениями в пользу польской стороны. При этом состоялись взаимные репатриации. Литовцы, белорусы и украинцы переселялись в Советский Союз, около 500 тысяч человек. А поляки и евреи, более одного миллиона, которые до 1939 года имели польское гражданство, в Польшу. Также Польша отдала аннексированную в 1938 году часть Ташинской Силезии Чехословакии. Кстати, оставшиеся в Польше украинцы были принудительно переселены из восточных районов страны в северные и западные в рамках операции «Висла», которую провело войско польское. Полным ходом шла работа по восстановлению польской государственности. В 1944 году в Москве был создан Польский комитет национального освобождения, который 22 июля того же года в освобожденном польской армии в городе Хелме издал манифест, объявлявший польское эмигрантское правительство вне закона. В качестве органа власти создавалась Краева Рада Народова. В декабре 1944 года было создано Временное правительство Польши, а в январе 1945 распущена армия Краева, которая продолжала вести подпольную борьбу против новых властей. Отметим, что решение об образовании в Польше нового правительства тем самым исключалось возможность возвращения в страну эмигрантского было принято на Ялтинской конференции союзников в феврале 1945-го. Отказ от признания эмигрантского правительства был зафиксирован также в июле 1945-го на Потсдамской конференции. В необходимости такого шага Сталин убедил и Рузельта, и Черчилля. По итогам Второй мировой войны Польша отходила к советской сфере влияния. Пусть это формально нигде и не было зафиксировано, однако неформальные договоренности об этом между тремя союзниками по антигитлеровской коалиции СССР США и Великобритании были достигнуты. С 1945 года начинается новый период в польской истории, социалистический, который продлился почти полвека. В 1946 году в стране был проведен референдум, известный в истории под названием «три раза да» или по-польски «так-так-так». На голосование были вынесены следующие вопросы. Первый. Согласны ли вы распустить Сенат в Верхнюю Палату Парламента? Второй. Согласны ли вы на введение экономической модели, предусматривающей реформы сельского хозяйства и национализацию основных отраслей промышленности? И третий. Согласны ли вы с проведением западной границы Польши по линии Балтийское море Одер-Нейса? Участники референдума дали утвердительные ответы на указанные вопросы. Одновременно с этим были запрещены ряд политических партий, не испытывавших симпатии к коммунистам. Однако осталась оппозиционная польская крестьянская партия или польская народная партия. Под руководством бывшего главы правительства Польши в изгнании он пришел на смену погибшему в 1943 году Владиславу Сикорскому Станислава Миколайчика. В 1947 году была принята Временная Конституция страны, согласно которой страна стала называться Польской Республикой. На парламентских выборах в Польше победил Фронт Народного Единства, куда вошел ряд политических партий, включавших Польскую Рабочую Партию, Демократическую Партию, Народную Партию, Польскую Социалистическую Партию и некоторые другие. Он набрал более 80% голосов. Его возглавлял Болеслав Берут, который в итоге и стал президентом страны. Польская крестьянская партия, которую возглавлял Станислав Николайчик, получила более 10%. Оппозиция обвинила коммунистов в фальсификации выборов и давлении на избирателей, а также в отказе предоставить нормальные возможности для проведения агитации. Генеральную прокуратуру Польши, которую тогда возглавлял будущий президент Польши Владислав Гомулка, обвиняли в репрессиях против польской крестьянской партии. Через некоторое время Станислав Николайчик покинул Польшу. Как говорится, от греха подальше. В экономике послевоенную Польшу ждала ускоренная индустриализация, а также национализация в промышленности и в сельском хозяйстве. В 1949 году после слияния Польской социалистической партии и Польской рабочей партии появилась Польская объединенная рабочая партия, сокращенно ПОРП. А в следующем году фактически образовалась трехпартийная политическая система. Доминировала в ней ПОРП, но в политической жизни также присутствовали Объединенная крестьянская партия и Демократическая партия. Также в 1950 году новые власти страны начали налаживать отношения с католической церковью, позиции которой были по-прежнему очень сильны в польском обществе. Епископат и правительство заключили соглашение о свободе веросповедования. Наконец, в 1952 году была принята постоянная конституция страны. И страна, согласно ей, стал называться не Польской республикой, а Польской народной республикой, а институт президентства заменялся государственным советом. Интересный факт. По просьбе Болеслава Берута в 1949 году на пост министра обороны Польши был назначен один из самых прославленных советских маршалов Константин Рокоссовский, этнический поляк. Он пробыл на этой должности до 1956 года. Затем вернулся в Советский Союз, стал заместителем министра обороны СССР и возглавлял во время обострения обстановки на Ближнем Востоке Закавказский военный округ. В 1956 году, после смерти Болеслава Берута, в стране резко обострилась внутреполитическая обстановка. Начались массовые забастовки в Познане, а к осени стало понятно, что Польша может сдать полномасштабный политический кризис. В это же время начались события в Венгрии, куда Советскому Союзу пришлось вводить войска, чтобы удержать ее в Варшавском договоре и вообще в советской орбите. В Польше такого сценария удалось избежать, во многом благодаря уже упомянутому мною Владиславу Гамулке, который с поста генерального прокурора уже успел загреметь при Беруте в места не столь отдаленные. В октябре 1956 года вышедший из заключения Гамулка стал первым секретарем ЦК, правящий Польской Объединенной Рабочей Партией, и запустил в Польше процесс оттепели. В 1957 году ПНР и СССР подписали соглашение о репатриации поляков, ранее имевших польское гражданство, в результате которого в Польшу переехало более 200 тысяч человек. Но в польско-советских отношениях были и проблемы. Так, на заседании Политбюро в ноябре 1966 года будущий председатель КГБ СССР, а тогда заведующий отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, это фактически партийная разведка. Юрий Андропов с возмущением ответил заявление Гамулки о том, что ленинское учение о коллективизации якобы не подходит для поляков. В 1967 году Израиль в ходе шестидневной войны нанес поражение арабской коалиции. Казалось бы, при чем тут Польша? Однако немалая часть польской интеллигенции и политического истеблишмента трактовала это событие как поражение СССР и слишком бурно радовалась ему. В результате замечания по этому поводу Владиславу Гамулки сделал советский лидер Леонид Брежнев на совещании партийных руководителей социалистических стран в июне 1967 года. Гамулка пообещал бороться с сионистами и заявил о недопустимости поддержки Израиля гражданами Польши. Поэтому в 1967-1968 годах в стране прошла кадровая антисемитская кампания. Но, правда, она недолго продолжалась. В 1968 году перед Польшей встал новый политический вызов. Организация Варшавского договора по инициативе Советского Союза ввела войска в Чехословакию. Польская Народная Республика тоже задействовала в рамках этой операции свой военный контингент. В самой Польше широкой поддержки ввода войске Словакии, разумеется, не было. Сам Гамулка идею поддержал, а что он думал на самом деле, неизвестно. Вообще, в конце 60-х годов в стране активизируется нелегальная оппозиция. Появляется антикоммунистическая организация РУХ. Начинаются студенческие волнения. В правящей партии проходила дискуссия о дальнейшем развитии страны. Многие исследователи называют эти процессы польским политическим кризисом 1968 года. В рамках процесса разрядки международной напряженности в конце 60-х, в первой половине 70-х годов Польша удалось выйти на ключевые договоренности с ФРГ. В декабре 70-го года Варшава и Бонн подписали договор, согласно которому Западная Германия признавала западную границу Польши по рекам Одернейса. Но уже в 70-е годы Польская Народная Республика входит в широкую полосу проблем. По большей части социально-экономических. В конце 70-го года в стране проходят массовые забастовки, центром которых стал портовый город Гданск, из-за повышения цен на продовольственные товары. И тогда же в общественной жизни Польши появляется фигура на тот момент еще мало кому известного Леха Валенции. Ко всему этому добавились и проблемы со здоровьем у Владислава Гамулки. В итоге, в декабре 1970 года новым лидером Польши стал Эдвард Герик. Период правления Эдварда Герика в Польше – это время критических перемен в стране, которые зацементировали фундамент польских социально-экономических проблем. Именно Герик сделал ставку на широкое привлечение западных кредитов, что не нравилось СССР, однако в этом вопросе Варшава проявила неуступчивость. Началось формирование польской долговой ямы, и дело дошло даже до просьбы польского руководства разрешить стране вступить в Международный валютный фонд, которая последовала в 1976 году. В этом Москва категорически отказала Варшаве. На заемные деньги удалось повысить уровень жизни в стране, но рост экономики оказался недолгим, поскольку уже в 1976 году правительство было вынуждено объявить о резком повышении цен на продовольственные товары. Следствием такого шага стали акции протеста, которые подавлялись силовыми структурами, и активизация диссидентского движения. Экономические проблемы Польши стали политическими проблемами СССР, поскольку для удержания Варшавы в советской орбите приходилось прилагать значительные усилия. Москву очень беспокоил внешний долг Польши, но Герик считал, что Польша должна проявлять полную самостоятельность как в этом вопросе, так и в экономической политике в целом. При Эдварде Герике в целом налаживаются отношения между польским государством и католической церковью, и даже происходит знаковое событие. Римским папой становится этнический поляк кардинал Карл Войтыла, ставший понтификом Иоанном Павлом II. Финал правления Эдварда Герика чем-то напоминал Эншпиль как Болеслава Берута, так и Владислава Гамулки. В августе 1980 года в Польше снова начался всплеск забастовочного движения. Координационным центром протестующих стал Межзаводской забастовочный комитет, созданный на судоверфи имени Ленина в Гданьске, а его председателем – будущий президент Польши Лех Валенца. Правительство решило пойти на переговоры и заключило с забастующими августовские соглашения, которые, кстати, стали первыми договоренностями между правящей партией и оппозицией в Восточной Европе. А кроме того, власти легализовали независимое профсоюзное движение в Польше. В результате профсоюз «Солидарность» стал работать на законных основаниях. С начала 1981 года «Солидарность» активно подключилась к организации массовых забастовок. После столкновения активистов профсоюза с милицией в Быдгоще, в марте 1981 состоялась всепольская забастовка, участие в которой приняли более 10 миллионов человек. В этих условиях назначенный в октябре 1981 года первым секретарем Центрального комитета Польской Аминной Рабочей Партии Войцах Ярузельский был вынужден принимать непростые решения. В декабре в Польше было введено военное положение, которое продлилось до июля 1983 года. В ответ страны Западной Европы и Соединенные Штаты ввели против страны санкции, а ставший президентом США ястреб Рональд Рейган стал активно использовать сложившееся положение в информационном и не только плане. Холодную войну ведь никто не отменял. Советский Союз терять Польшу категорически не желал, а поэтому в какой-то момент был готов решить проблему по венгерскому и чехословацкому образцу. В марте 1981 года прошли учения по выброске десанта на Борнес-Улиновском полигоне на севере Польши. А в сентябре 1981 СССР начал крупные военные учения «Запад-81», которые проводились одновременно в белорусском, киевском и прибалтийском военных округах. Их финальный этап – эффектное десантирование 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под Минском. Но советское руководство размышляло, поскольку с декабря 1979 года проводило специальную военную операцию в Афганистане. В какой-то степени введенное Ярузельским военное положение и его способность удержать ситуацию под контролем убедили Москву не прибегать к силовому сценарию. Во время военного положения вся полнота власти в Польской Народной Республике сосредоточилась в Военном Совете Национального Спасения во главе с войцахом Ярузельским. Он и его окружение также неофициально именовались директорией. Если оценивать ситуацию, которая складывалась в Польше в 80-е годы в целом, то можно сказать, что Ярузельскому постепенно удалось купировать острый криз и стабилизировать ситуацию. Но коренных социально-экономических проблем он решить не смог. В 86-м году под влиянием объявленной Михаилом Горбачевым перестройки в Польше прошла политическая амнистия. А в 1988-м страну накрыла новая забастовочная волна, которой начали вышедшие из мест заключения лидеры профсоюза «Солидарность». Главной их причиной стало тяжелое экономическое положение страны. Вот лишь некоторые факты. Промышленное производство в 1988 году уступало показателям 79-го года. Галлопирующая инфляция составляла около 300, а потом даже 600% в год. Государственный долг превысил сумму в 40 миллиардов долларов, и новые кредиты Польши западные страны выдавать прекратили. Поэтому руководство Польской Аминенной Рабочей Партии пошло на тайные переговоры с «Солидарностью», которые прошли в сентябре 1988 года в городе Магдаленко, недалеко от Варшавы. Этот негласный диалог привел к началу прямых переговоров между властью и позицией, которые получили название «Диалог круглого стола». Его вели правительство, католическая церковь и «Солидарность». Последняя была окончательно легализована, а в стране прошли парламентские выборы. По предварительной договоренности, достигнутой на круглом столе, в Польше восстанавливался пост президента, который занял в войцах Ярузельский. Но правительство возглавил представитель «Солидарности» Тадеуш Мазовецкий. В декабре 1989 года были внесены изменения в Конституцию, и государство стало называться «Республика Польша». А все упоминания о строительстве социализма были удалены. На свет появилась третья Речь Посполитая, или «Речь Посполитая Польская». А если переводить выражение «Речь Посполитая» как «Республика», то можно сказать, что настало время Третьей Республики. Первой считалась Речь Посполитая XVI века, а второй — польское государство при Пилсудском. Начались экономические реформы, которые получили название программы Бальцеровича, названная так в честь ее автора, польского экономиста Лешика Бальцеровича. В России подобного типа реформы называли печально известной фразой «шоковая терапия». Но в Польше получилось несколько лучше, чем у нас. Либерализация ценной торговли, приватизация государственной собственности — все это поначалу привело к падению экономики. Однако в дальнейшем ситуация выправилась и начался экономический рост. Польская «шоковая терапия» оказалась наиболее успешным вариантом проведения такого типа социально-экономических реформ. В 1990 году ушел Войцех Ярузельский. Победу на выборах президента одержал лидер профсоюза «Солидарность» Лех Валенца. В 1993-м в целом завершился вывод российских войск из Польши, хотя транзитом из Германии они следовали в России еще и в 1994 году. Профсоюзный лидер и яркий критик коммунизма, ставший на какое-то время лицом польской оппозиции, а затем добравшийся до вершины власти Лех Валенца, проиграл в 1995 году выборы бывшему активисту Польской объединенной рабочей партии и министру по делам молодежи социалистической Польши Александру Квасневскому. Кстати, в то время польские коммунисты уже стали социал-демократами. Квасневский занимал президентский пост 10 лет, эпатажной политикой не отличался и представлял собой разительную перемену с Валенцей. Но это только чисто внешне. А вообще он четко следовал курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию, стараясь не портить при этом отношения с Россией. В то время Москва и сама была не против стать частью Запада. В 90-е годы Польша попала в так называемую первую, после распада СССР, волну расширения НАТО, наряду с Чехией и Венгрией. Она стала членом Альянса в 1999 году и успела поучаствовать в двух военных кампаниях. В 2001-2021 годах под НАТОвской эгидой в Афганистане. А в 2003 году безо всякого НАТО, но под американским командованием в Ираке. Кстати, вот любопытный факт. Именно польский спецназ «Гром» защищал стойко державшийся иракский Умкасов. В 2004 году Польша вошла в Европейский Союз, и это стало финальным аккордом президентства бывшего коммуниста Квасневского. С 2005 по 2010 годы президентский пост занимал Лех Качинский, брат-близнец другого польского политика, Ярослава Качинского. Его политический курс резко контрастировал с Квасневским. В годы его президентства Польша оказывала активную поддержку оранжевой Украине и резко осудила августовскую войну 2008 года в Южной Осетии. Отношения между Варшавой и Москвой стали стремительно портиться, хотя идеальными они не были никогда. В апреле 2010 года Лех Качинский трагически погиб в авиакатастрофе под Смоленском, куда он летел во главе делегации, направлявшейся почтить память погибших в Катыни польских офицеров. Главой государства стал Бронислав Комаровский, пробовавший на этой должности 5 лет. Его сменщиком в 2015 году стал нынешний президент Анжей Дуда. Но к этому времени в Европе и в мире многое изменилось. А что сейчас? А сейчас Польша является, как в общем-то и всегда была, чуть ли не главным антагонистом России в Европе. Конечно, есть еще и Украина, но это не так. В настоящий момент у Киева политической субъектности нет, а у-то Варшавы она есть, да еще какая. Тут впору вспомнить и приложить к современной мировой политике известное выражение «хвост виляет собакой». Польская политическая элита настроена по отношению к Москве негативнее всех ее геополитических оппонентов вместе взятых. А почему так происходит? Потому что Первая Холодная война закончилась для Польши на сверхвыгодных условиях. Советский Союз, который в глазах польской элиты и польского общества всегда считался исторической Россией, распался. Страна оказалась прочно интегрированной в западные военно-экономические и политические структуры, стала ключевым союзником единственной сверхдержавы – Соединенных Штатов Америки. Причем начала играть в их внешнеполитическом планировании важную роль так называемой «новой Европы», которая противопоставлялась «старой Европе», по меткому выражению двукратного министра обороны США Дональда Рамсфельда. Именно на основе создания неформального альянса стран Восточной Европы, где ведущую роль должна была играть именно Варшава, разыгрывали свою европейскую партию администрации Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. В общем, и остальные тоже, но не так напористо. У американцев были и военно-стратегические планы на Польшу. Именно на ее территории, а также в Румынии, они построили противоракетную базу якобы для противодействия иранским баллистическим ракетам, чем как-то вызвали сильный смех у Владимира Путина. В это же время Россия переживала период наибольшей военно-экономической слабости со времен гражданской войны. Но ситуация начала меняться. Баланс был нарушен, и это противоречило интересам Польши. Исторический страх перед активизирующейся Россией взял свое, как и всегда в русско-польских отношениях, с 16 века. В Польше, как и во всем остальном мире, многие видят, что однополярность, если и не рушится, то заметно потрескивает. А на однополярной модели мирового устройства, во главе с Соединенными Штатами, Варшава вот уже несколько десятилетий строит свою безопасность и планы на дальнейшее развитие. Ее разрушение вовсе не в польских интересах, которые, по мнению местного политического истеблишмента, заключаются в активной опоре на США и Великобританию, строительстве союзнических отношений с Европейским Союзом, с учетом интересов Варшавы и Лондона, а также в активном участии в строительстве системы сдерживания России, которую еще иногда называют новым санитарным кордоном. В этом санитарном кордоне, который помимо Польши неформально включает в себя три Прибалтийской республики, Румынию, а теперь уже Чехию, Словакию и Финляндию, а потенциально туда должна была войти и Украина, Варшава могла бы играть роль лидера, опираясь на старшего американского союзника. При этом кордон прекрасно разворачивался как в сторону России, так и западноевропейских стран, и прежде всего Германии. И вообще напоминает амбициозный польский геополитический и пока гипотетический проект Междуморья, именуемый также Интермариум, который заключается в создании конфедеративного государства или тесного военно-политического союза Польши, стран Балтии, Украины, Белоруссии, Молдавии и Румынии. Список тут варьируется. Чем не речь посполитая в границах 1772 года и даже более? Однако бурные события, начавшиеся в Сироле прошлого года, явно ломают такой сценарий. Поэтому Польша будет отстаивать свое видение собственного геополитического будущего. Отсюда и поддержка Майданов на Украине, создание на польской территории ремонтной базы для нужд вооруженных сил Украины, массированные поставки им военной техники и участие польских наемников и добровольцев в внешней войне. Посмотрим, что из этого в итоге выйдет, и как это отразится на самой Польше в будущем. А что Россия? У России и Польша сложная, я бы сказал, неимоверно сложная история взаимоотношений. Очевидец польского восстания 1831 года Александр Сергеевич Пушкин прекрасно описал всю эту ситуацию в стихотворении «Клеветникам России». Там есть такие строчки. Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний. Старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою, то их, то наша сторона. Точнее и не скажешь. Попытки найти взаимовыгодную формулу русско-польских отношений были, но все не очень удачны. В какие-то моменты ситуация налаживалась, но не более. Последний раз что-то подобное предпринималось в годы президентства Дмитрия Медведева после гибели в 2010 году под Смоленском польского президента Леха Качинского. Не срослось. Снова пошли на круг. Так уж исторически сложилось, что Россия и Польша соперники. Исторические соперники. Речь Посполитая была близка к тому, чтобы покончить навсегда с русской государственностью. Российское государство сумело возродиться и уничтожило вместе с европейскими союзниками государственность самой Польши. Февральская и Октябрьская революции привели к ее восстановлению, но затем Варшава на долгие годы попала в политическую орбиту СССР. Распад Советского Союза запустил новый раунд геополитической игры, а военная операция на Украине еще один. Этот процесс тянется сквозь века. Если формулировать коротко, то Россия забрала у Польши ее имперскую мечту и чуть было не закрыла польский вопрос навсегда. В истории такое не проходит бесследно, а историческая память народа – штука серьезная. И этот старый спор славян между собою, о котором писал еще Пушкин, длится до сих пор и будет длиться еще очень долго. А что дальше? А дальше все зависит от того, чем закончится нынешняя история с попытками трансформировать однополярную модель международных отношений во что-то другое. В многополярность или, что более вероятно, в новую биполярность. Международный кризис в самом разгаре. На дворе вторая холодная война. Ее на сегодняшний момент самое горячее проявление – вооруженный конфликт на Украине с перспективой его дальнейшей эскалации. Здесь в игре и Россия, и Польша. Они снова сошлись в историческом поединке, итоги которого мы узнаем после его окончания. А когда оно будет, никто пока не знает. История Польши, а в особенности история отношений между этой страной и Россией – невероятно тяжелая тема. Обычно мы стараемся все наши исторические экскурсы укладывать в один выпуск. Но сейчас уже извините, пришлось работать в два приема. Сразу скажу вам, что перечисленными нами фактами и выводами польская история не ограничивается. Она гораздо глубже и шире. Но дальше вы уж сами. Потому что по Польше можно целый сериал снимать, и все будет мало. Мы, конечно, будем на Филипповском 13 продолжать рассказывать про истории различных стран. Но сделаем некоторый перерыв. Поскольку есть ощущение, что нас скоро ждут какие-то важные события. Пропустить которые и не проанализировать их по горячим, а потом и по холодным следам будет большим упущением. Поэтому скоро увидимся. Спасибо за то, что посмотрели наш выпуск до конца. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Филипповский13». Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и пишите комментарии. А также подписывайтесь на наши аккаунты в Яндекс.Зене, ВКонтакте и ТикТоке. Если же вы предпочитаете получать информацию в виде аудиоподкастов, то все необходимые ссылки найдете в описании. Увидимся. Продолжение следует...